Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня в этом видео я хотел бы, наверное, ответить некоторым на какие-то вопросы и самому, наверное, поставить вопрос для пастырей, для священников о нашей роли в сегодняшней жизни, в том, что происходит в нашей стране, в России. И я получил много вопросов, много комментариев под своими видео здесь и на «Взгляде с небесной» и у себя на страничке в фейсбуке после ареста 23 января моего сына на акциях в поддержку свободы, в поддержку свободы политзаключенным и Алексею Навальному и другим, кто сегодня сидит в тюрьмах, в том числе и узники совести. Меня спрашивают, вот есть причина, вы можете пояснить? Разные люди, я вот читаю сестра Нина, сестрица Татьяна, сестрица, там много разных, братья Славы, еще кто-то. Очень много в комментариях разных имен, я просто по именам называю их. Вот поясните, объясните, они там за Христа были. И я понимаю, я хочу обратиться к Евангелию, к апостолам прежде всего. Знаете, меньше всего мы знаем про некоторых апостолов, ну, наверное, только из святоотеческой какой-то литературы до нас дошли, какие-то уже истории, как они закончили свою жизнь. Евангелист, один из евангелистов, дает нам имя одного очень интересного апостола, его звали Симон Зелот. Вы, наверное, читали, мало информации о нем. Но зелоты, по крайней мере, вы можете войти в самую честную энциклопедию интернета, в Википедию и почитать кое-что о зелотах, кто такие были зелоты. Кстати, по-моему, у Иосифа Флавия, он причисляет их к одной из четырех ведущих, так сказать, партий, действующих в Иудее на тот момент, на рядов с форисеями, с аддукиями, эсеями, вот еще зелоты. Кто такие зелоты? Что дают нам и еврейские источники, и христианские источники? Это были люди, которые с оружием в руках решили бороться с оккупантами, с Римом, с Римской империей. Они делали все возможное в их силах. Интересно, как Христос нашел его? Нам Евангелие ничего не говорит об этом, но как-то же нашел. Как-то же Христос попал к ним в ячейку, разговорился, узнал этого человека, призвал его. И Симон Зелот пошел за ним, вот один из тех людей. И что интересно, там был еще сборщик налогов, тоже, знаете, противоречивые, казалось бы, люди, да, друг к другу. Один борется с Римом, второй работает на захватчиков, собирает своих же людей, деньги, поборы и все остальное. Их ненавидели, как предателей, конечно же. Много в истории было таких фактов, кто сотрудничал с оккупантами, и их не любили, их ненавидели, убивали. Вот зелоты были такие. Но как-то вот во Христе, в церкви, люди разных политических взглядов на мир, на жизнь, на все, они находили себя. И как-то Христос находил их. Он был там, он не прятался. У него не было такой церкви, здания, храма или еще что-то, дом молитвы. Он шел туда, где люди, неспокойные люди. Зелоты, поверьте, это были неспокойные люди. Он шел туда, чтобы помогать им. И из истории нашей страны мы видим, вот многие сестрицы задают этот вопрос, что делал ваш сын там. Ну, во-первых, он политолог, он учится на политолога. Это его дело, это его призвание, это его судьба. Мы все, многие пастыри в церквях проповедовали, говорили, что надо, чтобы наши дети учились, занимали достойные посты и меняли нашу жизнь, нашу страну, чтобы они входили в разные структуры, во власти, были везде. Получали юридическое образование, политическое образование, экономическое образование. То, чего не хватало христианам в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда просто это не допускали. Сейчас другие времена, и ребята идут, ребята учатся. Поэтому он должен был быть там, где разные политические партии, где разные ребята. У нас в Калуге всю эту кампанию вели, по-моему, молодежь из КПРФ, из коммунистической партии, вот в защиту Навального и в защиту других политзаключенных. Конечно, ребятам тоже досталось однопартийцев, вот. Но мой сын не придерживается никаких партийных взглядов, он был там за свободы, он как гражданин нас обучает, что мы граждане, что у нас есть гражданство, мы гордимся им, что мы граждане Российской Федерации, что у нас есть своя гражданская позиция, у нас есть конституция, за которую только голосовали недавно, которая дает нам какие-то права. И мы наделены этими правами, мы рады этим правам. Я вспомнил вот историю нашей страны Первой и Второй мировой войны, когда люди шли, те же сестрицы шли, одевали на себя там сумки какие-то с красным крестом. Мне подумалось, почему священникам, пастырям не выйти сегодня туда на улице, не боясь ни ОМОНа, ни молодежи, ни людей, которые вышли на эти митинги, встать между, служить этим людям и тем и другим. Это же наши граждане, это же наши. У нас кто-то и работает и в полиции, и в ОМОНе, в разных церквях по-разному, и в других спецслужбах. Мы все граждане одной страны, и священники могли бы не отсиживаться, не извиняться, не оправдываться, вот так напугавшись и говорить «я не я, и мы не лезем, мы не ходим, мы никого никуда не призываем». Может быть, действительно нам, священникам, стоит повесить на себя, я не знаю, белую сумку с красным крестом и идти, какие-то медикаменты, потому что мы видим, что избивают и с той, и с другой стороны, помогать кому-то. Вот я увидел эти шокирующие кадры, когда ОМОНовец влокли кого-то, и он ударил ногой женщину в живот. Я думаю, что, может быть, если бы какая-то из сестрец, которая задает мне эти вопросы, была там, она бы могла подать полоток, к примеру, этому ОМОНовцу, чтобы он вытер, ну, пот забрало, помочь ему, также послужить по-христиански, по-доброму, от всего своего сердца. Может, саканчик кофе предложить. Действительно, ребята там уставали вот так, забирать всех, тащить на себе, выйти в автозаки, там, махать дубинками. Вот. И стоя с другой стороны, мы же понимаем, что это наши, братья и сестры, наши граждане, мы все граждане одной страны, мы любим нашу страну, мы делаем, молимся. И очень жаль, что священники и церковь заняли такую позицию, что мы не должны никуда ходить, не выходить там. А кто пойдет тогда? Мой Христос всегда говорил, что врач нужен больным, нездоровым. Вот если вы, сидя в церкви, у себя дома перед телевизором, считаете, что вот эти люди, которые выходят за свои права, они больны, то, мне кажется, мы должны быть с ними, с этими больными людьми. Помогать им, объяснять что-то, проповедовать как-то. Может быть, действительно, и мы найдем своего Симона Зелота и поможем ему найти путь. Почему священники не должны служить? Почему должны бояться сидеть и вот так, знаете, наложив, скажу прямо, в штаны оправдываться? Да и мы не ходим, мы не призываем. А кто поможет людям? Кто еще? Кто? Я вспоминаю приезд к нам в Калугу брата Сергея Риховского. Он у нас был на конференции. Он рассказывал из своего детства. Рассказывал про своего брата эту историю Владимира Васильевича Риховского. Мы знаем, как он стал юристом, когда арестовывали папу. И он сказал, что я выучусь, я буду судить вас. Вот в разных интерпретациях рассказывали. Никто ему рот не закрыл. Ты молчи, ты на власть там гавкаешь как-то. Пацаненок маленький. Нет, он выучился. Он отстаивает права верующих. Сергей Васильевич тут тоже много нам всяких историй рассказывал о том, как он и в зону его пускали к отцу там, и даже с начальником лагеря там и с другими, кто работал там на Пасху яичками там бился и насобирал столько и еды отцу принес. Тогда это можно было. Почему сейчас это невозможно? Христос идет туда, где есть нужда. Его же обвиняли постоянно. Приходили фарисеи всякие и говорили, ну что ты с этими там, с проститутками, с этими налоговиками, которые налоги собирают, с этими предателями Родины, с этими подлыми людьми, которые пошли на Рим работать. Ну всегда же было, в Евангелиях полно этого. Мытари, грешники, больные, всякие вот эти зелоты. Что ты с ними? Вот с нами, со святыми. Мы люди столичные, мы лучше понимаем, как все устроено, мы тебе потом подскажем и все объясним. Еще раз скажу, врач нужен больным. Наше общество больно. Больно давно уже. Люди устали от беззакония. Люди хотят справедливости. Люди хотят хорошей работы. Люди хотят хорошей пенсии. Много чего люди хотят. И у многих это мы видим. Это выход за то, чтобы сказать, эй, я тоже человек. У меня тоже есть какие-то права, которые дает нам наше государство. Право, вот как, я считаю, мой сын тоже имел право на адвоката, на справедливый суд, еще на многое. И многие тысячи, которые были вот схвачены, осуждены, они тоже имеют какие-то права. Я был в том месте, где ребят содержат. Я спрашивал, могу ли я как священник, как пастырь, как епископ навещать тех, кого не навещают. К сожалению, есть и такие, может быть, там родственники, боятся, уже стесняются. И сотрудники сказали, нет, у вас нет такого права. Это удивительно, что мы даже передачку не можем принести вот так заключенным, что я не могу как священник прийти поисповедовать их. Они уже арестованы. Они имеют право на то, чтобы побыть наедине со священником. Кстати, свиданка с сыном у меня была просто вот в коридоре на ступеньках стоял полицейский, двое сидели прямо тут рядом, под камерой, под всем. Вот ни одной какой-то комнаты, ничего не было. Ну, мы поговорили 20 минут, и слава Господу. Зачем он был там? Наверное, у молодежи очень много вопросов. Зачем многие выходят? Поспрашивайте людей на улице. Конечно, сидя за забором своей церкви, за стенами, распевая песни, скоро город изменится, люди будут ходить по улицам и говорить Христу Господь там, мы видим уже, скоро вообще по улицам никто не будет ходить. И не будут никаких песен петь скоро. Вот уже 30 лет поют эти песни. Не выходя, не спрашивая людей, конечно, ничего не узнаешь. А как ты узнаешь? За что? Вот в интернете хорошо писать. Ну, выйдите хоть раз на площадь, спросите людей, зачем вы вышли? Вы за Христа там или за кого? Ну, поговорите. Вот легко задавать мне вопрос как пастырю, как священнику. Ну, я был, я с людьми был, я спрашивал, я разговаривал тоже. И у меня есть ответы от людей, почему они выходят, зачем они выходят. И заканчивая, я хочу вспомнить, Иерусалим, последний день из жизни Христа, его распятие. А за что его распяли? Вы знаете. Но его распяли, и с ним были распяты два разбойника. А распятие на кресте это римская казнь. И я так думаю, что этих людей не осудили по иудейскому, по еврейскому закону, не побили камнями, они что-то должны были сделать против Римской империи, совершить какое-то преступление. Убили, ограбили, мы не знаем. Или выступали с политическими требованиями, требовали там. Может быть, они тоже зелотами были. Но Христос, мой Христос, которого я верю, которого я люблю. Даже в последние минуты своей жизни он был среди этих людей. Среди тех, кого приговорила к смертной казни, Римская империя, государственная власть тогда. За кого не вступились свои, за кого не вступились иудеи, но там был Христос. И один из них, мы знаем эту историю, он попросил, вспомни меня, Господи, когда будешь в царстве своем, в доме своем. И Господь наверняка вспомнил его и принял его к себе. Еще раз напомню, дорогие братья, дорогие священники, по моему глубокому убеждению, исходящему из моей христианской веры, я думаю, что мы, как врачи, врачи душ человеческих, должны быть там, где люди. И с одной стороны, и с другой стороны. Мы должны служить этим людям, неважно, кто вы, протестант или православный священник. Мы должны быть, должны трудиться, должны объяснять. Не вешать на одних ярлык, что они вот такие бунтари против государства, против всего, а мы хорошие, давайте поддержим там ОМОН, полицию и спецвсякие силы. И им надо служить. Но, к сожалению, мы видим, что сегодня нас не допускают к тому, чтобы мы говорили и как-то стучали из сердца тех же сотрудников спецслужб или полиции или ОМОНа. Вот. Это реальность сегодняшней нашей страны, наших дней. Вот. Но больны все. Так не бывает, что общество эти правые, эти неправые. Знаете, что на одни мероприятия можно молодежь призывать, как вот в школах сегодня проводят всякие несанкционированные городскими властями, всякие встречи со школьниками без разрешения родителей. Им начинают рассказывать, внушать, не ходить на митинги, там, Навальный, такое-то. Школа не должна этим заниматься. Школа – это образовательное учреждение, не политическое. Кто санкционировал этих в каждой школе сегодня? Мы слышим это все. Простите за длинное видео сегодня. Ну вот, мне кажется, я должен сказать какие-то свои мысли, чтобы вы поразмышляли. Еще раз обращаюсь к священникам. Братья, не бойтесь. Выходите, служите своему народу. Я бы предложил, конечно, всем пошить эти белые сумки с красным крестом, как вот у нас, мой друг Гарик Кургинян, он первый эту идею подхватил, начали маски шить и бесплатно распространять. Потом многие наши церкви по всей стране подхватили это и начали шить, распространять. Может быть, нам сумки эти сделать, положить туда воду, положить, может быть, я не знаю. Может, какие-то короба вот эти, знаете, как сейчас эти ребята, разносчики еды. Может, кофе туда наделают, бутербродов, потому что ну, нужно кому-то это давать тоже и помогать. Может, какие-то медикаменты с собой иметь. Давайте вместе подумаем. Мы, мы граждане одной страны. Мы одно целое. У нас нет другой России. Мы все россияне, мы граждане. У нас есть, как у граждан, свой долг, свои обязанности, а у священников есть еще другой долг перед Богом служить всем людям. Не за воротами, не в стенах своих церквей, а там на улице, где нас ждут. Благослови всех Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесной». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Благослови вас Бог.